Ай, все, ребят, давайте не будем это снимать, это фигня полная. У меня гопорный образ жизни. Это мне надо раздеться, ну же, я же не буду наклоняться. Я не знаю, как мне это все надоело. Каждое утро прихожу, открываю холодильник. Одеть нечего. Сахар. Сахар. Ты где? Сахара нет. Сахар, сахар. Вау! Это сахар? Сваливаем. Все. Большой. Опстейдж лайв сыны Афанасьевой. Вау! Здравствуйте. Заходите. Инна Афанасьева, заслуженная артистка Беларуси. В душу я не пойду, конечно, вместе с вами, если можно. Идите ко мне, мой. Ну, ты же любишь со мной. Мяу! Сева, доброе утро. Доброе утро. Большое будущее ей предрек сам Петр Машеров. Предсказание сбылось. Юное дарование превратилось в яркую эстрадную звезду. Полинка, куполинка. Сева, давай будем завтракать. Ты не хочешь? Он у нас завтракает. Я вообще люблю запекать картошку. А сейчас я буду делать блинчики. Смотрите, блины делаются две секунды. Любовь к спорту и гармоничный баланс работы сна и питания. Вот весь секрет красоты. Я не ем просто каждую ночь. Я просто сижу в холодильнике и думаю, что это хорошо. Ну, конечно, я как нормальный человек слежу за этим. Ну, просто говоря о том, что для меня диета – это очень сложно. Плейболи. Ну, конечно, каждое утро я блины не пеку. Сева, покажи балет. Покажи балет. Покажи ножку, как ты умеешь делать. Сейчас мы завтрак. Покажи. Оп, молодец. На сцене Инна Афанасьева, как у себя дома, первые уроки жизни артиста юная певица получала в составе детского коллектива «Радуга» Могилевского дворца пионеров и школьников. Можно я руками? Я же у себя дома. Вау. Во времена кризиса мы едим блины с икрой. Катастрофа. Ну. Началом своей творческой карьеры Инна считает 88-й год, когда она переехала в Минск. Я люблю, в принципе, старые вещи антикварные. Собираю тарелочки всякие, чашечки. Поковариваю. Смотрите, выпить чашечку кофе с утра. Вау. Вот такие вот бокалы. Смотрите, какая красота. Их уже, в принципе, нет. Это римские фужеры, да, по-моему? Это не все. Просто не все не вмещается, поэтому очень много, что в коробках стоит. И, к сожалению, отец Арсений мне привез из Сынковической церкви. Мы туда часто приезжаем, вот, и очень люблю это место. Мы ничего не забыли. Вот у нас такое ощущение, что мы что-то забыли. Я что-то забыла, я не возвращаюсь домой, я не верю в эти приметы. Вообще я склонна доверять людям, конечно же. Хотя я быстро вычисляю. Когда они искренние, когда я скорпион, и я это чувствую. Я могу ответить, поэтому... Мало того, люди это, наверное, чувствуют, и поэтому со мной очень редко кто вступает в какие-либо пререкания вообще. Мне достаточно взгляда. Катя! Убила бы! Меня балетные девочки очень боятся. Стоять, Маруся! Если я на них смотрю во время концерта, они могут упасть просто там замертво. Периодически может быть строгой. Без комментариев. Без слеток. Дебютный альбом Афанасьева выпустила в 95-м «Сбудется, не сбудется» клип на заглавную песню «Пластинки удался». Невероятный в то время бюджет в 20 тысяч долларов обеспечил видео главный приз на конкурсе в Питере и место в десятке лучших клипов Европы. Не могу себя отказать в красивой одежде. Это большая проблема на самом деле. Обуви. Это там 150 пар. Белье. Если честно, невозможно с этим бороться. Платьях, джинсах. Это все джинсы. Я люблю джинсы. Ну просто сумасшедшее какое-то состояние. Я просто мучаюсь. У меня уже вешалки кругом и всюду. Я не могу купить одну тарелочку, если мне нравится. Если мне нравится 10, я их куплю 10. Неважно, есть у меня деньги, нету. Здравствуйте. Здравствуйте. Оффстейдж лайф. Во-первых, я являюсь лицом салона, и поэтому у меня очень много есть возможностей, которые я делаю, потому что я – это я. Есть, конечно, процедуры, за которые я плачу. Ну, дело в том, что и так все давно говорят, что там я кучу пластических операций понаделала, поэтому пока ничего не делала, ну, и не собираюсь доказывать, показывать, там, швы есть у меня или нету. Ну, пусть каждый думает так, как он хочет. Конечно, когда буду постарше, если будет такая надобность или необходимость, то я, скорее всего, может быть, что-то буду делать. Ну, я у этого очень боюсь, если честно. Указываю салярий. Здесь я буду загорать. А остальное – вы поднимите сами. Не нельзя пускать, а? Слушай, как классно? Да. Они сейчас нас снимут точно, надо их не пускать. Инна настолько вот светлый такой человек, прекрасный, что с ней, пообщавшись один раз, хочется общаться постоянно. Притягивает в себе людей вот эта энергетика, вот поэтому она и звезда. Мы можем встретиться где-то, в каком-то кафешке, в каком-то это, пообщаться, поболтать. Шоу-бизнеса мы практически не касаемся в эти моменты. То есть я бы сказала, что это дружба. Творчество Афанасьевой отмечают разными премиями. Призовые места на конкурсе «Славянский базар» «Певица года» и «Песня года» фестиваля на перекрестках Европы. Но ценят в артистке не только талант. По версии журнала «Дикая орхидея» Инна была признана женщиной года. «Я все пела, на качелях каталась. Во время школы мне приходилось часто вставать. Не часто, то есть я каждый день вставала в 6 утра. Единственный день, когда я вставала в 7, это было воскресенье, я ехала во дворец пионеров на пение». «Она вообще не училась. Вы что, а что мы говорили? Кто со школы учил?» «Я пела все время, правда?» «Зависть всегда присутствует, особенно если ты что-то делаешь, пытаешься делать. Если каждый раз ты что-то придумываешь, и это совершенно нормальная ситуация. Людям свойственно это чувство зависти. Другое дело, кто как завидует. С этого, собственно говоря, мы, наверное, и работаем, чтобы о нас говорили. Многие придумывают разные пиар-ходы, чтобы подогревать к себе какой-то интерес. Но я никогда ничего не придумывала, потому что жизнь мне всегда все придумывает сама.